Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Большая стройка 10 тысяч квадратов. На сегодняшний день выполняем мы работы по кладке. В седьмом микрорайоне возводят новый детский сад. Атака на ковид. Обеспечено вентилированием, системой дезинфекции. В стране открыли первую лабораторию для бесконтактного забора анализов. Область помнит. Делаем для людей, делаем для того, чтобы слово Божие продвигалось. Имя епископа Бобруйского и Быховского внесли в книгу славы. День трезвости, испорченный праздник и долгожданная прохлада на Беларусь движется атмосферный фронт с севера. Стоит ли ждать дождей? В стране 51 120 пациентов выздоровели от ковид-19 и уже выписаны из больниц. По данным Минздрава зарегистрировано 63 804 зараженных. Проведено свыше миллиона 74 тысяч тестов. В Гродно открылась первая в Беларуси лаборатория для бесконтактного забора анализов на коронавирус. Модульный пункт находится на проходной областной инфекционной клинической больнице. Главная особенность лаборатории – отсутствие прямого контакта между пациентом и медработником. В сутки анализы могут взять у 50 человек. Стоимость чуть выше 38 рублей. Обеспечено вентилированием, системой дезинфекции, полностью обработкой после каждого пациента. В помещении для медицинских работников там имеется компьютерное обеспечение с предварительной записью. Мы записываем пациентов не просто так, а именно по предварительной записи, что даже когда они к нам приходят на забор в Москву, чтобы они по минимуму не пересекались между собой. Тем временем Индия обогнала Россию по количеству зафиксированных случаев коронавируса и вышло на третье место более 697 тысяч зараженных. В стране на 10 тысяч меньше заболевших США по-прежнему лидирует – 2 миллиона 800 тысяч инфицированных. На втором месте Бразилия – там 1 миллион 600 тысяч случаев. На Ульяновской сгорел балкон. Сообщение о пожаре поступило во втором часу ночи. Полыхало на третьем этаже многоквартирного дома. Пламя не успело проникнуть внутрь спасателей. Как сообщается, быстро ликвидировали возгорание. Хозяева квартиры находились снаружи. В результате пожара огнем повреждена рама и имущество на балконе. Закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Стали очистцем происшествия. Бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В седьмом микрорайоне вовсю идет строительство детского садика на 240 мест. Проект предусматривает основной корпус и бассейн. Учреждение займет почти 10 тысяч квадратных метров. Анастасия Пахлестова побывала на объекте. Елена Сазанова живет в седьмом микрорайоне. Прямо из окон женщина наблюдает за тем, как прямо на глазах растет новый детский садик. Муж принимает непосредственное участие в процессе. Работает строителем на объекте. Василиса выросла. В этом году девочка пойдет во второй класс. Со слобой Бруйчанки в микрорайоне живет много молодых семей. А потому садику быть. Приходилось возить. Ничего страшного. Мы ждем строительство школы. Это просто необходимо. Мы так и ждем. Я и говорила Василисе, что дай бог удачи на Муде. Пятый класс. Пойдешь уже в новую школу. Садик растет на глазах. Согласно проекту, площадь помещений составит почти 2300 квадратных метров. С учетом прилегающей территории застройки приблизится к 10 тысячам квадратов. На объекте трудится порядка 70 строителей. На сегодняшний день выполняем работы по кладке. То есть это идет строительство, возведение основных несущих стен, перекрытия. Первый этаж возвели, второй этаж, третий. Кое-где уже заканчиваем. Будем переходить на кровельные работы. Основной материал кирпич. А вот внешний вид обещает быть необычным. Фасад будет разного типа в разных местах. Где-то декоративная штукатурка, где-то панели. Садик рассчитан на 240 малышей. Маленьких пабручан встретят спальные и игровые комнаты. На улице предусмотрены игровые площадки, будет бассейн. Одновременно со строительством основного корпуса садика идет возведение здания бассейна. Он будет 12 метров в длину и 6 в ширину. Здание садика и бассейна соединит галерея. Местные жители с нетерпением ждут скорейшего открытия. Все радуются новинке. У Вероники Стельма годовалый сын. Молодая мама очень надеется. В новом садике хватит места и ее сынишке. Я живу здесь в 102 доме строителей 102. Очень надеюсь, что я попаду в этот садик. Мест очень мало, ограничено, насколько я знаю, что 240 мест только. Поэтому очень бы хотелось, конечно, побольше. В следующем году собираемся в садик. Надеемся. Очень хорошо, что здесь садик, потому что туда водить не очень удобно. Мы ходим в 77-й возле почты. Пешком мы, наверное, за минут 20 доходим. Но мы в основном на автобусе или на маршрутке доезжаем, потому что далековато. Если зимой идти, так неудобно, конечно, вообще. Это далеко не последнее новшество в молодом микрорайоне. Здесь планируется возведение еще нескольких нужных объектов. Вопрос строительства учреждения образования в данном микрорайоне, как учреждения общего среднего образования, так и дошкольного образования, приобретает особую значимость. Но не заставляет себя ждать. Кроме того, в ближайшем будущем в данном микрорайоне планируется строительство еще одного детского сада и школы. Данная позиция прописана также в распоряжении президента о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения. Планируется, что новый детский садик распахнет свои двери для маленьких горожан 7 ноября. Скидки для пенсионеров, запрет алкоголя и чемпионат Беларуси по футболу. Кто в лидерах и когда следующий матч. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Централизованное тестирование 2020 набирает обороты. Сегодня молодые люди показывали свои знания в иностранных языках. Испытания можно было пройти по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому. Следующее ЦТ пройдет 8 июля. Абитуриентов ожидают тестирование по химии. Период действия сезонной скидки на проезд для пенсионеров продлили. Согласно решению, 50% скидка на железнодорожный, водный и автомобильный транспорт граждане смогут пользоваться до 31 октября. Напомним, право на скидку возможно получить только при предъявлении пятеного удостоверения. 7 июля в Бобруйске будет Днем трезвости. В городе будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в торговых объектах общественного питания в розлив. В чемпионате Беларути по футболу состоялся 16-й тур. Шахтер обыгрывает торпеда БелАЗ 4-1 и возглавляет таблицу первенства. Бобруйская Белшина на выезде разошлась миром с ФК Минск. В активе команды 7 набранных очков и последнее место. Следующий матч подопечный Дмитрия Мигаса пройдут 11 июля. В гости пожалует Жодинская торпеда БелАЗ. Начало в 16.30. По наградам выдающимся жителям Приднепровского края вручили специальные свидетельства. Их имена внесли в книгу «Слава области» по итогам 2019-го. Торжественная церемония состоялась на площади Славы во время праздничного концерта, посвященного Дню Независимости. Заслуженных наград были удостоены 7 жителей региона, в числе лучших и епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Максим Кембель продолжит тему. Слава человеческая – это западня для недалеких умов. Только не в этот раз. Для священнослужителя 3 июля стал двойным праздником. В День Независимости Беларуси имя Бобручанина внесли книгу «Славы» Могилевской области. Все, что мы делаем, делаем ради славы Бога, делаем для людей, делаем для того, чтобы Слово Божие продвигалось, чтобы оно находило себя в сердцах человеческих, чтобы имело отражение в жизни людей. Свой путь священнослужитель начал в Бобруйске. Не жалея сил и времени, всего себя посвящал Богу и людям. Поэтому, говорит, такая высокая награда – не личный успех, признание вклада. Православная церковь, как и другие религии в 20 веке, были гонимы, преследуемы. К сожалению, из песни слов не выбросишь. А сейчас есть хорошее сотрудничество церкви, общества, церкви и государства. И, наверное, у нас что-то получается. По признанию епископа, столь высокая награда – это и большое вдохновение для свершения новых дел. Сейчас все силы Бобруйской епархии направлены на возведение архитектурной жемчужины города – храма Александра Невского. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Привет из Скандинавии. На Беларусь движется холодный воздух из северных регионов. Атмосферный фронт, обещают синоптики, освежит погоду в стране. Ночью в отдельных районах столбики термометров опустятся до 7 с плюсом. Надолго ли тренд расскажем прямо сейчас. Переменная облачность, проливные дожди и грозы. На Беларусь движется атмосферный фронт прямо со Скандинавского полуострова. Погодные условия в стране пока еще формируют теплый воздух. Однако северо-западные регионы уже прикрыты облаками. Там уже начало сказываться влияние фронтального раздела. Но уже во вторник погода начнет меняться везде. Кроме того, на завтра объявлен оранжевый уровень опасности и загроз. Они принесут сильные ривни и шквалистый ветер. Тем временем ученые не перестают говорить и о глобальных изменениях климата. На этот раз поводом послужил розовый лед, который обнаружили в итальянских Альпах. Такой необычный цвет, предполагают специалисты, появился из-за водорослей. Обычно лед отражает более 80% солнечного излучения обратно в атмосферу. Однако водоросли затемняют лед. И тот, в свою очередь, начинает поглощать тепло и таять быстрее. Что вносит свою лепту в глобальное изменение климата. Завтра в Бобруйске переменная облачность. Вероятность осадков 90%. Возможны грозы. Днем температура воздуха опустится до 19 градусов тепла. Ночью до 13-16. Ветер усилится ко второй половине дня. До 12 метров в секунду. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!